Минские соглашения 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 президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина. Главное содержание протокола, если говорить коротко, между Киевом с одной стороны и Луганском и Донецком с другой, незамедлительно прекращается огонь, а ДНР и ЛНР получают особый статус внутри Украины. Здесь есть третий пункт, который говорит о том, что необходимо провести децентрализацию власти, в том числе путем принятия закона Украины о временном порядке местного самоправления, отдельных домов до Луганской области. Но речь шла о такой очень умеренной автономии в составе Украины. Важный момент. Киев считает непосредственной стороной событий еще и Россию, а ДНР и ЛНР назовет несамостоятельными, подконтрольными Кремлю сепаратистами и даже террористами. Ну, по-моему, теперь уже очевидно, что Россия после событий 2014 года, зимы 2014 года, начала применять уже совершенно другой подход в отношениях с Киевом. И стала... Ну, как-то в тот момент это не афишировалось, да, и говорили, что там и форму военную военторги закупили, и оружие никто не передавал. Но более того, мне кажется, Москва сыграла роль в том, чтобы Донбасс, что называется, встал. То есть они, как бы, западные партнеры Украины боролись за полный политический контроль на Украине. Это была их победа. Майдан – это их Ливия. Это была их победа. А Россия боролась за то, чтобы эта победа не была абсолютной. Чтобы регионы и отчасти о будущем, и вся Украина могла каким-то образом изменить свое решение. Под Минскими соглашениями Москва подписывается только как посредник. Визу ставит посол Дурабов. Другой посредник – ОБСЕ в лице швейцарского дипломата Тельявини. Внутриукраинский конфликт – это идущая уже полгода война на востоке Украины. Когда мы приехали туда в качестве журналистов, и это только из тех людей, с которыми я был лично знаком, многие из лидеров этого восстания оказались гражданами России. С марта 2014 года Саймон Островский снимал для американского канала Vice News цикл репортажей. Первые были сделаны в Крыму, затем Островский приехал в Восточную Украину. В Алчевске я брал интервью у такого казахского атамана Казицына, который тоже был российским гражданином и контролировал территорию вокруг Алчевска. В Горловке я был в момент захвата здания МВД, и это было первым административным зданием, захваченном в городе, где пророссийские силы впервые взяли власть там. И лидировал этим событием тоже небезызвестный Игорь Безлер. Безлер представил себя как полковником российских вооружённых сил. Гиркин представлял себя как бывший сотрудник ФСБ. Россия объяснит участие своих граждан тем, что это добровольцы, которые спасают население Востока Украины. Помощь оружием, советниками или военными не признана до сих пор. По заявлению Владимира Путина, Киеву противостояли бывшие шахтёры и трактористы. Вот характерное мнение. Николай Силаев в качестве эксперта участвовал в минских переговорах. Россия не участвовала в конфликте, поэтому ей нечего было скрывать. Россия отправляла туда гуманитарные конвои, да, это было. Могли быть люди, которые отправлялись туда в качестве добровольцев, по зову сердца. Такие люди тоже были. Несложно было найти тех людей, которые умеют обращаться с оружием. Несложно было сделать так, чтобы при необходимости эти ряды пополнились людьми с аналогичным опытом из России. Учитывая этот сегмент границы, который перестал контролироваться Киевом. Летом 14-го украинская армия проводит несколько неудачных операций с большими потерями. Самая печально известная – Иловайский котён. В Украине уже тогда заявили, что столкнулись с перешедшей границу регулярной российской армии. Буквально через пару дней в Беларуси подписывается тот самый Минский протокол – первое Минское соглашение. Минск был построен таким образом, чтобы, если в случае его принятия и федерализации некоторых республик, это могло бы идициировать федерализацию других регионов. Виталий Лейбин – многолетний главный редактор журнала «Русский репортер», ныне прекратившего работу. Сам Лейбин родом из Донецка и до сих пор туда ездит. «Минск-1» был попыткой действительно договоренности даже не с Украиной, а с западными партнерами, с Европейским Союзом, прежде всего, с американцами, с тем, чтобы иметь разделенный контроль над Украиной, не полный. От украинской стороны, как мы уже говорили, «Минск-1» по поручению Петра Порошенко подпишет Леонид Кучма. Это объяснимо. Второй президент Украины, даже много лет спустя после отставки, авторитетный политик. У Кучмы влияние на Востоке, тот же Янукович его ставленник, и в Москве. Его время – почти золотая эпоха отношений. При этом он же автор книги «Украина не Россия», а еще зять одного из богатейших людей Украины – олигарха Пинчука. Самый удачный, наверное, на сегодняшний день президент Украины Кучма, он вел так называемую многовекторную политику. И внутри страны, и снаружи. А вот тех, с кем он подписывает договор еще полгода назад, знали разве что их соратники по борьбе за русский мир. Но война вынесла Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в лидеры непризнанных республик. Захарченко себя проявил как такой лидер ополчения. Игорь Плотницкий в таком качестве не проявил. Про него известно также то, что он не был лидером военного крылотошка. Он, в отличие от Захарченко, не имел этого опыта. Там группа тех людей, которые захватили СБУ в Луганске, где был Плотницкий, они, собственно, все по-разному потом проявились в качестве лидера ополчения. Но на Плотницке, кажется, нет. Он был бы скорее политическим лидером, скорее устраивающим Кремль, чем возникший на волне протеста. Игорь Плотницкий в 17-м будет отстранен от власти и уедет в Россию. Захарченко погибнет в 18-м в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». А в 14-м, оказавшись отчасти случайными фигурами в угловении признанных республик, они все же опираются на поддержку значительной части населения Донецка и Луганска. И что особенно важно – местных элит. Донецкие местные элиты поддержали протест поначалу, а потом протест вышел у них из-под контроля и стал, собственно, по-российски, ориентирован на Россию. Отчет можно начинать, наверное, с первого майдана украинского, с 2004 года, после которого в Донбассе, в Донецке, был проведен первый съезд, так называемый съезд депутатов всех уровней. И там уже звучали заявления о необходимости федерализации, о нарушении прав русскоязычных. На Украине это усиливалось тем, что часть регионов вообще вошли в Советский Союз в свое время только в 1939 году, а не в результате Гражданской войны. Это самые западные регионы. Они имели совсем особенный менталитет. И оттуда происходит нынешняя идеология независимости, потому что остальные регионы были, в общем-то, советскими людьми, и ни о какой независимости, в общем-то, не мечтали. И в 2014 году, когда Виктор Янукович был свергнут, это движение приобрело тот характер, о котором мы знаем, с использованием оружия, со столкновениями. Ну, в общем, по сути, начался конфликт, который перерос сейчас уже в большую войну. Для украинских властей, которым, по сути, пришлось подписать Минские соглашения из-за военных поражений, Плотницкий и Захарченко, очевидно, были вынуждены, но не авторитетной стороной переговоров. Их не считал субъектными, считал их марионетками Москвы, не пойми кем. Ну и вообще, понимаете, садиться за стол с этими людьми там считалось ниже своего достатка. Вот разговаривать с сепаратистами, это еще и поддержанная, так сказать, соседней страной, с территориальными претензиями к твоей стране. А где гарантии, что это последняя территориальная претензия? Да, Одесса, явно нет. Это тоже промышленный юг, Новоадея, Новороссия. Сейчас про это никто не говорит тогда. Это слово было на слуху, а что такое Новороссия? Это все при Черномории, в степи и так далее. Даже на официальном уровне в Киеве ДНР и ЛНР называли, цитата, российско-террористическими формированиями. При таком раскладе был ли у Минских договоренностей шанс на долгую жизнь? Украина проигрывала на поле года. Поэтому с самого начала эти соглашения воспринимались в такой политически активной, непременимой части украинского социума, как все-таки соглашение о поражении. Пусть не безоговорочной капитуляции, но это капитуляция. А если есть возможность не выполнять капитуляцию, зачем же ее выполнять? Вскоре после подписания договоренностей в зону конфликта отправились наблюдатели ОБСЕ. Многим их присутствие запомнилось такими белыми джипами. Наблюдатели готовили отчеты о режиме прекращения огня, который в итоге не стал соблюдаться. Если бы было желание, прежде всего, России соблюдать или каким-то образом достичь эффекта позитивного от Минских соглашений, то в Донбасс, Луганск и Донецк должны были бы прибыть международные наблюдатели. То есть не ОБСЕ, а наблюдатели, миротворцы ООН. Этого сделано не было. И это блокировалось прежде всего Россией, потому что там стояли ее войска. Дело в том, что ОБСЕ предполагает невооруженную гражданскую миссию. Их задача – беспристрастно фиксировать текущую обстановку, тогда как миротворцы ООН – это вооруженные контингенты. Первые минские договоренности продержатся четыре месяца. К декабрю по большей части прекратится огонь, произойдут обмены заключенными, от линии соприкосновения начнут отводить войска. Но бои вспыхнут опять. Самое короткое перемирие. Мы осенью 2014 года думали, что он продлится дольше, чем до декабря. Но продлилось все уже до декабря. В одной из соглашений стороны прекращали огонь и отводили от линии соприкосновения отряды. И где-то это получалось, где-то это не получалось. Дальше они начинали друг друга обвинять, что вот мы-то отвели, а вы не отвели, а поэтому мы пойдем обратно. То есть, в общем, это можно было сделать, это не сделали. Тяжелое вооружение тоже, в общем, не соблюдалось. То есть там много всего, что не соблюдалось. На этом фоне будут идти переговоры. В феврале 15-го в Минске состоится масштабная встреча нормандской четверки, лидеров Франции, Германии, России и Украины. Да, это было то время, когда российские и украинские президенты еще разговаривали лицом к лицу. Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами. А здесь удалось достичь согласия, согласия о приостановлении войны в течение всего лишь 15 часов. Молодцы. Звездой мероприятия неожиданно окажется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Еще недавно последний диктатор Европы, по мнению Запада, теперь в роли миротворца и вдобавок бенефициара. Для него наступил золотой век. Не только благодаря, конечно, тому, что он предоставил эту площадку, а скорее из-за того, что произошло в Украине. И вот этот геополитический разлом Лукашенко активно использовал для наращивания своего геополитического капитала, а также позитивного присутствия в Европе. Его роль исключительно официанта. Выступая в роли официанта, получил достаточно хорошие чаевые. Он получил чаевые со стороны Путина, потому что Путин фактически дал ему возможность покрасоваться в кругу мировых лидеров. Мы помним, как он подставлял стулья. Он очень хотел попасть в объективы мировой прессы, чтобы это разлетелось по всему миру. Павел Латушка теперь один из лидеров белорусской оппозиции за границей. А в 2015-м высокопоставленный дипломат Минска. Я помню, что практически все переговоры, я тогда также работал и в Мадриде, и в Лиссабоне послом по совместительству, начинались с того, что иностранные партнеры благодарили официальный Минск за то, что такая площадка была предоставлена, за то, что контактная группа ОБСЕ по Минским соглашениям может работать в Минске. Такого паломничества политиков западных в истории независимой Белоруссии, наверное, не было со времен 90-х годов. Я говорю и о канцлерах, и о президентах того же Нелана, и приезд, скажем, большой расширенной делегации Польши, и Польша выстраивала очень интенсивные, позитивные отношения с Белоруссией. То есть Минский диалог и вообще вот эта площадка, это был лишь фон для собственной политики Лукашенко, который он на 100% использовал, и этот механизм работал вплоть до 20-х годов. В итоге прямо там же, в столице Белоруссии, 12 февраля 2015 года будет подписан Минск-2. Официальное название – «Комплекс мер по выполнению минских соглашений». Стало понятно, что нужны дополнительные дипломатические усилия для того, чтобы все-таки урегулировать конфликт. И требуется более подробный документ и более интенсивная дипломатическая работа для того, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений. Список подписавших тот же Кучма, Плотницкий, Захарченко в качестве посредников, Зурабов и Тольевини. Вот основные пункты Минска-2. Объявляется перемирие, войска отводятся от линии соприкосновения. Далее самое главное. Украина проводит конституционную реформу по децентрализации и федерализации, предоставляя автономию и особый статус ЛНР и ДНР. Нужно было принять конституционные поправки соответствующие, которые, строго говоря, тогда позволяли и другим регионам подойти тем же путем. Ну, естественно, они были достигнуты в результате довоенного поражения Украины. Дважды потерпевал двоевоенная поражение под Дебальцевой, тогда вот в Иловайском и в других котлах летом 2014 года. И в этом смысле России удалось навязать саму логику переговоров. Но, с другой стороны, она навязывала не что-то совсем уж унизительное, она навязывала нечто, что сохраняло территориальную целостность Украины. После децентрализации в ДНР и ЛНР должны были пройти выборы. Дали власти самопровозглашенных республик, обязались вернуть Киеву контроль за государственной границей с Россией. И все. Процесс реинтеграции вроде бы завершен. Но, как покажут дальнейшие события, это были благие пожелания. Вопросы яйца и курицы в случае месских соглашений выглядел вопрос о выборах и границах. Что сначала должно произойти? Должны пройти выборы в сепаратистских районах, а выборы должны, естественно, пройти после изменения в законодательстве украинского. И по их итогам Украина получает контроль над границей. Или сначала Украина получает контроль над границей, как считали в Киеве. Потом можно проводить выборы, потому что как можно проводить выборы в той части страны, где государство даже не контролирует границу. Другой, почти неразрешимый вопрос. Украина настояла на включении в Минск-2 пункта о выводе иностранных войск и техники. Намекали, конечно, на Россию. Но Москва, как мы помним, вообще отрицала свое участие в конфликте. Украинцы настаивали на том, что невозможно проводить выборы, когда у тебя открыты границы. Потому что, а как ты будешь учитывать, кто голосует на этих выборах? Кто это вообще? Может, это полк солдат российских проголосует, кидает бюллетеник? Кто вообще эти люди, которые голосуют? А не будут ли терроризировать тех, кто голосует не так, как нравится в России? Ну и так далее. То есть масса вопросов. Что такое недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований? Народная милиция в Донецке и в Луганске это незаконные вооруженные формирования или законные? С точки зрения Донбасса это законные вооруженные формирования, поскольку их создание предусмотрено и законом об особом порядке местного самоуправления и комплексом мер. Тут еще есть какие-то пункты. Например, вот тот самый пункт многопартийности. Украина, например, настаивала, чтобы в выбор участвовали партии Украины. Никаких украинских политических партий к этому моменту уже не осталось. А политики, которые, собственно, представляли избиратели на Донбассе, не могли, естественно, быть участниками украинских политических партий. Штайнмайер предложил, вот выборы начинаются и в первый день этих, ну, естественно, сначала все равно смены законодательства, и в первый день этих выборов начинается передача контроля над границей. То есть это два параллельных процесса. Как это они себе представляли на местности, на каком конкретном километре оно начинается, на каком заканчивается, было не ясно, оно начинается вместе с выборами, а заканчивается после их, по их итогам, так сказать, в результате всеобъемочего урегулирования, что уже выглядело довольно слабо, потому что ну, а как это сделать? В общем, в Нинск-2 были с самого начала заложены противоречия. Вероятно, их можно было бы решить при доброй политической воле сторон. Этого не случилось. Слишком по-разному противники смотрели на конфликт. С российской точки зрения есть Киев, есть Донецк с Луганском две стороны конфликта, и есть ОБСЕ и Россия как посредники. Вот эта разница в подходах выдерживалась до последнего момента, когда эти соглашения фактически перестали существовать. На каких-то более низовых уровнях люди просто исполняли поручения, которые исходят из этой картины мира. Но исполняя это поручение они, наверное, видели более реальную картинку Суков, Козов, которые вели эти переговоры. МИД, в конце концов. Просто исходя из этой реальной картинки, они пытались выбить из Украины то, что действительно было в российских интересах на тот момент, и то, что, видимо, у меня там до какой-то степени оставалось и остается в российских интересах. А именно федерализацию в Украине по языковому эти террористические приступы. Вот федерализация такой сложной страны, она гарантированно делала эту страну, украинское государство, ну, во-первых, децентрализованным и, соответственно, менее управляемым для Киева. Соответственно, через это гораздо проще влиять на всю страну целиком. А Россия не скрывала, и теперь уже подавно не скрывает, того, что она хотела сохранить Украину в зоне своего влияния. Тем не менее, Минск-2 все же остановил горячую фазу войны. Бои прекратились, обстрелы стихли, хотя не до конца. А вместе с ними и массовые жертвы. 15 тысяч погибших на Донбассе, на которых любят ссылаться и Москва, и Киев, это 14-е и 15-е годы. А, скажем, в 21-м, по данным самой ДНР, лишь 7 мирных жителей погибли от обстрелов. Помните, у Ленина был этот какой-то там ужасный брестский мир? То есть, они были плохие, но при этом позволили не, как бы, как я сказала, остановить кровопролитие. А вот политический процесс практически не шел. Украина приняла поправки о децентрализации в Конституцию в первом чтении, но в силу они так и не вступили. Я разговаривала со своим коллегой из Нью-Йорк Таймс, это было еще в 16-м, по-моему, году, и он мне, я была потрясена тем, что американский журналист из Нью-Йорк Таймс говорит мне, что, конечно, это Украина не соблюдает, потому что практически соблюсти их будет равномерно равносильно предательству. То есть, что они от этого получают? Они получают вот этот замороженный конфликт. У Минских соглашений с самого начала была очень мощная оппозиция. Ну, в принципе, об этом достаточно откровенно на первой и единственной встрече с Владимиром Путиным на саммите нормандской четверки в Париже заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он сказал, что Украина никогда не согласится на изменение своей конституции, то есть на тот самый особый статус, который предписывали предоставить республикам Донбасса Минские соглашения. Одновременно Россия выдавала, начала выдавать паспорта русские, просто как будто уже, как говорится по-английски, there is no tomorrow, то есть как будто уже нет завтрашнего дня. Это на той территории, которая, по идее, должна отойти к Украине. То есть практически политически разрушали эти соглашения. Все, каждый старался опередить другого в том, чтобы его не обманули. как бы, что вот мы это не будем делать, потому что если мы не примем какие-то шаги по неделанию, то другая сторона нас обойдет в неделании. С 15-го по конец 21-го еще не раз будут проходить встречи контактных групп, нормандских форматов и другие переговоры, но без особых результатов. Сепаратистский регион Донбасса привыкали жить своей жизнью, у них возникала какая-то своя политическая стабильность, субъектность, реальность, какая-то своя хозяйственная жизнь, такие-то бенефициары, которые, собственно, не хотели бы перестать быть бенефициарами, а сохранить свой статус при обращении Украины они не могли. Ну и вот, чем дольше, тем сложнее. Украинцы привыкали жить без Донецка и Луганска, тоже, потому что это такая вандея электоральная, там, всегда выбирают из тех, кого хочет Киев, тем более Львов, тоже, чем они нужны. В общем, как-то они свыклись, то есть, де-факто получилось, что они свыклись сраздели к существованию, а ты юры, это было страшное оскорбление национальной гордости, государственного престижа, падения, отказаться от этих районов в офисаре, да как вот Сербия сейчас откусом отказаться не может. 24 февраля 2022 года минские договоренности окончательно рухнули вместе с началом военных действий в Украине, но это уже совсем другая история, новейшая. Ну, уже, наверное, будет не Минск-3, а некий договор между Москвой и Киевом. Я уже думаю, что здесь стороны конфликта теперь нет вопроса, кто является сторонами этого конфликта. И теперь вопрос просто в том, когда могут созреть условия для того, чтобы начали готовить некий мирный договор. Возможно, ситуация дойдет до того, когда обеим сторонам, ну, уже сейчас, конечно, не обеим сторонам, а трем сторонам, потому что это сторона НАТО, НАТО, США, Украина и Россия, всем этим сторонам будет просто необходимо каким-то образом выйти из ситуации, потому что иначе Третья мировая война. С другой стороны, то, что мы слышим со всех сторон, уже кажется, что Третья мировая война может быть не так ужасна, чем если побеждает одна или другая страна. То есть мы слышим это и от русской стороны. Кажется, Дмитрий Медведев только что с этим выступил, потом НАТО вчера, Энн Столтенберг об этом говорил на Мюнхенской конференции и так далее. То есть я не вижу Минска-3 сейчас, но это не значит, что он, опять же, не военный эксперт, поэтому возможно. Но политически, вот если я смотрю на политическую часть этого, политически я этого сейчас не вижу. Минска-3